Ирина Мясникова. Переломный момент. «Ну, ты чего тут разлеглась, как барыня?» Лера увидела перед собой склонившуюся над ней небритую мужскую физиономию. Пахнула перегаром. Лера поморщилась. Ещё секунду назад она лежала и смотрела в сумрачное питерское небо, откуда на неё сыпался совсем не сказочный, а вполне себе противный мокрый снег. Такой, какой обычно бывает в Питере в разгар зимы. Он таял у неё на щеках и смешивался со слезами. Конечно, её мысли никак нельзя сравнить с размышлениями Андрея Балконского под небом Аустерлица, но Лере было невыносимо больно и обидно, ведь с утра она собиралась провести сегодняшний вечер совсем иначе. «И вот вам, пожалуйста. Человек предполагает, а Господь располагает. Или вот ещё хорошее. Хочешь насмешить Бога, поделись с Ним своими планами». Планы у Леры были серьёзные. С утра она тщательно уложила волосы, которые сейчас превратились в мокрый, чёрт знает что, принарядилась, нацепила выходные сапоги на шпильках и отправилась на работу, предвкушая вечернее свидание с Игошиным, который отвезёт её сначала куда-нибудь в хороший ресторан, подарит что-нибудь дорогое и блестящее, а потом они поедут к ней домой крутить любовь и всё такое. И момент подходящий, практически канун волшебного Нового года, когда можно заглянуть Игошину в глаза и задать ему главный вопрос, пусть даже и немой. Ну, вы понимаете, о чём мечтают девушки, которые уже не совсем девушки, но ещё далеко не тётеньки, и с виду, и в душе. Во всяком случае, путешествовать вечером пешедралом, да ещё и в гордом одиночестве Лера вовсе не собиралась. И тем более она не собиралась вот так валяться в зимней грязи на улице Рубинштейна, глядя в небо Аустерлица, пардон, в небо северной, как бы культурной, как бы столице. Этот гад Игошин никуда её не повёз. А вместо этого ближе к концу рабочего дня подкатился с важным поручением, положил ей на стол папку с документами и прошелестел. «Лерочка, солнышко, это непременно надо срочно отвезти на Рубинштейна, вот адрес нужного человечка, он тебя уже ждёт». «Туда тебя подбросит Петя, а оттуда ты уж сама как-нибудь выберись, вот тебе денежка на такси». Он положил на папку пять тысяч. Видимо, эта бумажка должна была, по его мнению, как-то примирить Леру с постигшей её участью. Действительно, доехать на такси от Рубинштейна до её дома вполне можно рублей за триста, так что оставшиеся четыре семьсот рассматривались как маленькая премия, оплата сверхурочных, ну или как чаевые. М-да. «А Петя сам никак не может эти документы передать?» Поинтересовалась Лера, глядя в голубые, практически ангельские глаза своего начальника. Она уже поняла, что напоминать ему о запланированном на этот вечер свидании бесполезно. Игошин был как раз из той породы людей, про которых в народе говорят, мол, врет на голубом глазу. Наверное, это помогает некоторым людям достигать успехов в российском бизнесе, а начальник Леры являлся очень успешным бизнесменом. «Да-да, вы ничего не напутали. Лера регулярно вступала в интимные отношения или, как говорится, занималась любовью именно со своим начальником. Строила планы, как увести его от жены и организовать с ним крепкую семью, так сказать, ячейку общества со всеми вытекающими. Ведь ещё год-другой, и ей станет уже поздно думать о детях. Не то чтобы ей так уж хотелось иметь этих самых детей, но без них ячейка общества казалась несовершенной. Да и женская миссия являлась практически невыполненной. Вот это вот всё — дом, дерево, сын. Это, конечно, у мальчиков, но без девочек им эту программу никак не реализовать. Правда, у Игошина уже был дом, в смысле хорошая квартира в центре с видом на воду, что для тех, кто понимает, значит очень много. И целый успешный бизнес, который ни с каким деревом не сравнится, у него и имелся. Но вот сына не было. Была дочь, с которой Игошин носился как со своим самым выдающимся достижением, что нестерпимо раздражало Леру. Она подозревала, что именно из-за дочери он до сих пор не сделал решающего шага в нужную сторону. «У Пети свои задачи», — сообщил Игошин. «Он шофер. К нужным и очень важным людям шоферов не посылают. А ты не просто передашь бумаги, но и повысишь тем самым мой статус. Когда у руководителя такая помощница, к нему и отношения соответствующие». Он огляделся по сторонам, откинул в сторону тщательно уложенные Лерой волосы и впился губами в ее шею. Руки его стремительно зашарили по ее телу. По случаю планируемого свидания Лера надела новое платье, которое обтягивала, подчеркивала и открывала. Надо сказать, что у Леры имелось в наличии то самое, что можно и подчеркнуть, и обтянуть, и продемонстрировать, и что, по мнению Игошина, должно непременно повысить его статус в глазах стороннего наблюдателя. А вот у его жены ничего такого даже в помине не было, поэтому Лера так и рассчитывала на этот решительный шаг с его стороны. Чего тут вообще думать? Даже сравнивать нельзя. Уж повышать статус, так повышать, ведь у руководителя в первую очередь должна быть соответствующая жена. Приемная перед кабинетом Игошина не самое лучшее место для приставаний к секретарше, поэтому эти приставания продлились недолго. «Я на тебя очень рассчитываю, ты же понимаешь, поторопись», шепнул он ей на ухо и исчез у себя за дверью. Лера тяжело вздохнула, скинула офисные туфли, нацепила сапоги, шубу, взяла папку с документами, сумку и выкатилась к машине Игошина во дворе офиса. В машине ее ожидал недовольный Петя. «Ну, а ты чего не рад?» — поинтересовалась Лера. «Куда тебя потом отрядили?» «Барыню по магазинам повезу», — буркнул Петя. «Ей приспичило. Фиг ли своего водителя отпустила?» Лера тут же поняла причину, по которой ее планы полетели в Тар-Тарары, и она разозлилась еще больше. До Рубинштейна тащились по пробкам очень медленно. «Опять какие-то члены из Москвы пожаловали, весь город стоит», — «творилось неописуемое. Как бы культурная столица весьма устарела и своим масштабом никак не соответствовала московскому размаху. Ей бы предпраздничные пробки пережить, а тут вот на тебе. Чего, спрашивается им, в своей Москве не сидится? Ну или где там они от народа обычно прячутся?» Петя высадил Леру у нужного дома, а сам потащился по односторонней Рубинштейна дальше. Тут Лера и оценила все достоинства коммунальных служб родного города. Какая там культурная столица? Обычный Зажопинск с минимальным бюджетом. Весь тротуар, знаменитый на всю страну улицы Рубинштейна, оказался завален смерзшимся снегом. Между снежных колдобин велась узкая обледеневшая тропинка. Мысленно проклиная, на чем свет стоит, как бы губернаторой, как бы городские власти, а вместе с ними и Игошина. Лера с трудом доковыляла до нужного двора, там долго звонила в переговорное устройство, и, наконец, разобралась, как открыть калитку в чугунных воротах. Потом уже звонила в переговорное устройство нужного офиса и без происшествий зашла в дверь, за которой должен был бы с нетерпением ее ожидать важный и нужный Игошину человечек. За дверью оказался небольшой пост охраны со стойкой, где красовался бугай в черной униформе и бронежилете, увешанный рациями и еще какими-то устрашающими приспособами. Этот бугай с индифферентной рожей сразу пожелал забрать у Леры папку с документами, видимо, ее внешность, повышающая статус Игошина, не произвела должного впечатления даже на охранника важного и нужного человечка. Весь вид его говорил, мол, и не таких видали. Тут раздраженная и злая Лера заявила, что ей велено передать документы лично в руки. — Тогда ждите, — сказал охранник и уставился в монитор на стойке. Лера огляделась по сторонам. Присесть оказалось некуда. Интересно, сколько ей еще придется тут так простоять? Может быть, стоит дать заднюю и отдать документы бугаю? — Вы не подскажете, сколько мне еще ждать? — спросила она его и демонстративно посмотрела на часы. Бугай пожал плечами. Лера подошла к стойке и оперлась на нее локтем. Так было полегче стоять на шпильках. Ведь парадно-выходные сапоги предназначались исключительно для транспортировки их обладательницы в автомобиле и прохода от машины до ресторана, желательно по ковровой дорожке. — Отойдите, — строго сказал Бугай. — Не положено. — Лера отошла к стенке, но прислоняться к ней не рискнула. У нее, в конце концов, слишком дорогая шуба, чтобы в ней где попало стенки обтирать. Она достала из сумки телефон и попыталась соединиться с Игошиным. Соединение полностью отсутствовало, интернет тоже. — У вас тут связи нет, — сообщила Лера Бугаю. — Нет, — согласился Бугай. — Я тогда выйду позвонить? — Пожалуйста. Он нажал какую-то кнопку, и входная дверь зажужжала. Лера выкатилась на улицу и позвонила Игошину. — Я могу отдать документы охраннику? — спросила она начальника, как только тот ответил на звонок. — Нежелательно, — сказал Игошин. — Тогда позвони этому важному хрену, которому они срочно нужны, пусть оторвет жопу, выйдет к посту охраны и заберет их у меня. — А что за тон у тебя, солнышко? — поинтересовался Игошин. Обычный тон для человека, который не нанимался стоять в предбаннике, неизвестно сколько, пока к нему соизволят выйти. — Если в течение десяти минут не появится, оставляю охраннику и ухожу. — рыкнула Лера и нажала отбой. Она вернулась на пост охраны, где ничего не изменилось, и задумалась. — Смогла бы она так рычать на начальника, если бы не имела с ним никаких таких отношений. А с другой стороны, стала бы она работать на начальника, который использует ее в качестве курьера. В ее обязанности такое никак не входит. И в очередной раз Лера решила нынче же вечером приступить к поиску новой работы. Вот пусть этот гад повертится без нее, может, тогда станет решительней. Поймет, что она незаменима во всех отношениях. Вскоре в предбаннике появился невзрачный низенький мужичонка с рыбьими глазами. — Вы от Эгошина? — спросил он, окидывая Леру оценивающим взглядом. Можно подумать, что в помещении был еще кто-то, кроме Леры и охранника. Действительно, трудно спутать. Я подтвердила Лера и протянула ему папку с документами. От взгляда Рыбоглазого ей стало не по себе, даже затошнило слегка. Он взял папку и сказал. — Свободны. Лера захотела дать ему по башке, благо рост и шпильки ей позволяли. Однако не стала этого делать ввиду наличия у данного прыща, такого здоровенного бугая в охранниках. — Вот спасибо, — сказала она, собрав весь сарказм, какой только оказался у нее в организме на тот момент. — Дверь откройте, — велела она бугаю. Дверь зажужжала, и с гордо поднятой головой Элвис покинул здание. На улице за это время произошли изменения. Видимо, дали потепление, и сверху посыпалась мокрая гадость. Чертыхаясь, Лера выбралась со двора на Рубинштейна и попыталась вызвать такси. — Ха-ха-ха! И еще раз — ха! Свободных машин поблизости не оказалось, и в ближайшее время они не планировали там появляться. Лера поняла, что ей ничего не остается, как тащиться в сторону метро, и она опять поковыляла на шпильках по обледенелому тротуару. Но власти города замыслили против Леры недоброе не только, когда перестали убирать улицы от снега. Специально для тех, кто успешно миновал обледенелые колдобины, были устроены засады в виде мраморных вставок в гранитной облицовке тротуара. Очень красиво и очень скользко. Вот на этакой мраморной красотище Лера и разлеглась, разглядывать собственное небо Аустерлица. Небо, в свою очередь, чихать хотело на Леру и ее проблемы, вернее, не чихать, а плевать, потому что мокрый снег напоминал именно плевки. — Хватит валяться, женщина, вставай, а то отморозишь себе все, будешь в штаны писать. Не унимался небритый мужик, разглядывая ее сверху. Лера на всякий случай прижала сумку к себе покрепче. — Эй, пацан, иди сюда, помочь надо, видишь, женщине плохо, — позвал он кого-то. — Мне очень плохо, — согласилась Лера. Над ней склонилось второе лицо, весьма румяное, гораздо моложе и симпатичнее первого. Оба товарища бесцеремонно подхватили ее подмышки и поставили на ноги. Лера взвыла от пронзительной боли и чуть опять не грохнулась обратно. Она повисла на небритом мужике и поджала одну ногу. Румяный молодец благополучно растворился в набирающей силу метели. — Ну что за молодежь пошла? — проворчал небритый ему вслед. — Погоди, женщина, постарайся меня не уронить. Да не нужна мне твоя сумка, не волнуйся. Он полез в карман куртки и достал телефон. — Степаныч, ну ты где? — поинтересовался он у кого-то, ответившего на его звонок. — Ага, понял. Я тут с одной женщиной застрял, стою в обнимку, сразу увидишь. — Да не реви ты, — сказал он Лере. — Сейчас порешаем. Лера действительно уже ревела, не стесняясь, от адской боли в ноге. Ей даже было наплевать, что мужик этот подозрительного вида в черной вязаной шапке по самые глаза мало того, что воняет, как огнедышащий дракон, так еще и ухватил ее отнюдь неделикатно и целомудренно. Вскоре у тротуара остановилась машина. — Вот, Степаныч, пошли, — скомандовал мужик. — Обними меня за шею и прыгай. Ты же не в обе ноги раненые? Или в обе? — В одну, — провыла Лера. — Уже радость. Мужик крепко обнял ее, потащил к машине и запихнул на заднее сиденье безо всяких там политесов, еще и с запопу подтолкнул. — Здрасте, — поздоровался с Лерой пожилой мужчина за рулем. — Здравствуйте, — сквозь слезы сказала Лера. — А вы куда меня везете? — Как куда? — сказал небритый, плюхаясь на пассажирское сиденье рядом с водителем. — В притон, конечно. Будем надругиваться. — Он потер руки. — Степаныч, где у нас ближайший притон? — Тьфу, травма. У женщины, похоже, перелом конечности. Несмотря на пробки, к травматологическому пункту подъехали довольно быстро. Этот Степаныч, в отличие от Пети, ехал явно не по принципу «солдат спит, служба идет». С трудом выгрузили Леру из машины, она опять повисла на небритом, и он потащил ее внутрь. Продолжение следует...